Такое ощущение, что в Крыму люди пытаются нажиться. Как будто Шанхай, да? Как будто Шанхай. 250 рублей с человека за ночь. Нету свободных номеров. Но у нас с проблемами улицы узкие, пешеходные. Сейчас самое интересное. Мы не знаем, где нам снять жилье. Поэтому мы сейчас будем гулять и искать, собственно, где мы сможем переночевать. Нам нужно буквально одну ночь поспать, а потом мы планируем ехать в Ялту. Ну вот пока походим, посмотрим. Мы на набережной находимся. Так как мы приехали сюда на машине, хочу сказать, что здесь просто не провернуться. Я считаю, что в таких курортных городах, где узкие улицы, нужно вообще запрещать людям проезжать сюда на машине, чтобы здесь работал исключительно общественный транспорт. Потому что, ну как разворачиваться на таких узких улицах? Абсолютно нету парковок. И это создаёт особый беспредел на дорогах. Ну и море. Сегодня оно штормящее и такое тёмное. Потому что мы приехали вечером. Насчёт цен в Крыму на съём недвижимости. Я просто обалдела от цен в Крыму. Я прежде чем поехать, я смотрела в интернете, за сколько можно снять трёхместный номер. Ну вот здесь в профессорском уголке. Раз уж его так все обожествляют, мол, это такое прекрасное место, самое лучшее в Алуши. Ну и я, конечно, думаю, а почему бы здесь нам не снять где-то в одной из каких-нибудь гостиниц, отелей, что-нибудь такое простенькое? Что вы думаете? 8-11 тысяч за ночь. Что? Откуда такие цены? Я просто не понимаю. Огромные волны. Сегодня штормит. Вода такого серого цвета и купаются единицы, потому что шторм. Конечно, я уверена, что когда здесь солнышко, лето, природа, то красота. Это я уверена, потому что здесь очень много хвойных деревьев и наверняка в жару очень приятно пахнет. Но сейчас пока это обычный крымский город. Узкие улицы, кипарисы, много отелей, много людей. Такое я уже видела. Так как сейчас бархатный сезон, то вечерами уже достаточно прохладно. И вот я сейчас стою в той же кофточке, в которой мы поднимались на Димирджи. И, ну, зябко. Зябко, это правда. Но, тем не менее, море есть море. Море лечит, море успокаивает. Да, здесь очень живописно. Гулять по улицам мне бы точно понравилось. Но так как у нас сейчас есть другие моменты, которые нужно сделать, найти жилье. Конечно же, сначала хочется выполнить это. А потом вечером или завтра мы обязательно погуляем и посмотрим на Лушту именно в этой части. В прошлом году, когда мы приехали летом в самую жару, здесь было очень тяжело на машине. У нас еще не было кондиционера в машине. Поэтому мы просто спеклись на солнце. Мы даже не купались. Сегодня другая ситуация. Сегодня здесь прохладно. И мне даже нравится. Нравится даже больше, чем в прошлом году. Узнали мы цену на трехместный номер в одной из гостиниц, которая находится здесь вот на береговой линии. Я продолжаю оставаться в шоке, потому что за одну ночь приночевать просят 4500, трехместный номер. Такое ощущение, что в Крыму люди пытаются нажиться просто, вот как будто хапуги. Знаете, цены уже стали сочинские. Хотя это какая-то Алушта, это совсем небольшой город. Сочи, Алушта. Как бы откуда эти цены идут, я не понимаю. Доброе утро. И я еще такая заспанная, так что не обращайте внимания. Только проснулись. Мы сейчас находимся на балкончике нашего номера, который мы сняли. Потом я вам еще покажу номер, но сейчас расскажу, почему именно мы здесь остановились. Как так получилось вообще? Наши друзья приехали в Алушту еще день назад. Мы ехали, как они думали, вдвоем, но нас оказалось трое. И поэтому номер вот этот они забронировали на двоих. То есть это двухместный номер, который стоит 3500. Но если ты останавливаешься на один день, то стоимость его 4500. Спросили, есть ли у них здесь трехместные номера. И нам сказали, стоимость 5500. Извините, но это очень дорого. И естественно, вечером, когда мы узнали, что такая цена, мы подумали, а какая тут проблема? Тут никакой нет проблемы, чтобы снять жилье. Но оказалось все абсолютно по-другому. Мы вчера, так как мы приехали уже вечером, а пока мы здесь искали место, где припарковаться, уже стемнело, и мы бегали по темной Алуште. Фишка всех крымских отелей, что нигде практически нет ресепшена. А если он есть, то он закрыт и написан, типа вот, звоните. Очень интересно. То есть если ты хочешь снять, прийти, это будет сложно. Вот мы сейчас ходим, и уже стемнело, и пока не можем найти безрезультатного. Что только не было, пока мы искали номер себе. В итоге оказалось, что ни у кого вот здесь, в окрестностях, в частном секторе, нету свободных номеров. Ходим по крымским подворотням в темноте. Нет, вещей ничего нет. Как будто Шанхай, да? Как будто Шанхай, да. Через час вообще скоро будет имя, мы тут вообще не сможем даже идти. Также интересно, что вот когда мы проезжали, много таких машин стоит, и написано жилье, жилье, и номер указан, все. Мы подходим к машине, а в ней никого нет. То есть люди просто оставляют ее, где попало, и вот так же на дозвоне. Никто не хочет сидеть в машине и ждать своих отдыхающих. Просто все из дома. Алло, да, занято. Нет, до свидания. В общем, проблематично. Возникла у нас проблема, все занято. Поговорили с мужчиной, он обзвонил всех своих там сват, брат, сестра, тетя, дядя. Нигде никого нет, все под забивку. Это сентябрь. Удивительно. Оказалось, что это район, который изначально строился как район, где есть санатории, пансионаты. Ну вот сейчас настроены такие шикарные отели. Это не место, где частный сектор. Ну его тут по минимуму. И как я поняла, практически все занято. А это вечер. Это уже очень холодно, темно. И это город, который мы не знаем. Мы бегали, бегали, в итоге мы ничего не нашли. Ну, собственно, пришлось как бы согласиться. Я как бы не жалуюсь. Хороший номер. Но думаю обо всем по порядку. Главное, это цена. Цена очень кусающаяся. Как нам сказал местный житель, что здесь будет проблематично найти жилье именно в частном секторе. Отель и гостиницы, пожалуйста, но как делают отдыхающие? Они снимают жилье в центре Алушты и на автобусе уже без своей машины они ездят сюда. Они здесь гуляют по набережной, они здесь купаются в море. Что такое двухместный номер в Крыму на первой береговой линии в отеле? Собственно, это такая двуспальная кровать. Конечно, вы не обращайте внимания, так как мы вчера заехали. Здесь уже наши вещи, тут уже не все так, как оно было, когда мы заезжали. В общем, это кровать, это холодильник. Обязательно есть политосистема, телевизор, собственно. Что у нас здесь еще есть? У нас есть шкаф, куда мы, собственно, повесили нашу одежду. Небольшая прихожая. Тумбочка одна, причем чайник. Так, это маленький туалет с душем, то есть свой, это уже прекрасно. Вот такая вот душевая. Ну, собственно, тут как бы больше рассказывать-то и не о чем. В номере есть вот такой вот балкончик, креселки, столик. Здесь у нас вид на море. Солнце сейчас светит и просто слепит море, потому что лучи отражаются. Вот он. Отель находится прямо на берегу. То есть это даже не вот эта вот улица. То есть набережная, она вот там внизу. Мы ходили по ней, искали, где бы нам приткнулся на ночь. Вот они все шикарные отели на берегу. И набережная, и море. А луж-то, получается, центр, он находится там. Претензии или минусы, они есть. Во-первых, я не понимаю, почему за 3 500, за двухместный номер, за 2 человека, в номере не было. Одноразовых шампуней, либо гелий для душа. Было просто мыло для рук. Как бы вот оно мыло, никого не обманываю. Положили нам 2, нас 2 человека. Все. Из комплектации все. А, ну да, спасибо за туалетную бумагу. Потому что однажды у нас было такое, что мы в Крыму заселились. Даже туалетной бумаги не было в номере. Вот это, это уже деревня. Также для нас было очень важно, куда поставить машину. Здесь есть стоянка, поэтому это для тех, кто на машине приезжает, это огромный плюс. Почему? Потому что, когда мы ходили вечером, мы увидели стоянку. Но знаете, сколько стоит стоянка в Улужте? 600 рублей за сутки за машину. Крыму люди обнаглели. Просто они пытаются содрать по максимуму с отдыхающих. 600 рублей, вот просто задумайтесь. 600 рублей, мне кажется, можно в кемпинге переночевать за 600 рублей. Когда нам говорят, что еще в нашем районе очень высокие цены на съем недвижимости. Да, просто хахаловлю. Почему? Потому что в Крыму здесь вообще просто заоблачные цены. У нас, например, в соседнем поселке писали зрители, что как так женщина берет сколько рублей? 250. 250 рублей с человека за ночь? Каждый раз, когда я приезжаю в какие-то такие места, именно в курортные, я офигеваю с крымчан. Я не понимаю, как можно так со своих соотечественников, соотечественников рвать такие деньги. И главное, за что? За отсутствие сервиса как такового. А сервиса никакого. Это просто койко-место. Все. Напишите в комментариях, как вы считаете, какая цена вот сейчас должна быть в Крыму, около моря недалеко, номер отельный. Я считаю, что это очень дорого. Вот такой холл отеля. Много номеров достаточно здесь. Некоторые прям с видом на море. У нас тоже кусочек моря есть. Сейчас спустимся до моря. Покажу вам пляж. Хотя вчера вечером я тоже показывала, но было уже темновато. По лестнице мы спускаемся. О, так уже тепло. Уже люди отдыхают с самого утра. Кстати, вот перед самим отелем купание запрещено. Поэтому вот никто не купается. И видите, есть лежаки. И, собственно, вот так вот он и выглядит. В солнечную погоду днем такой вот отель. Так как в отеле, опять-таки повторюсь, не включен завтрак, идем покушать. Не хочу в какое-то заведение идти. Чисто хочу какой-то йогурт съесть. Поэтому идем в какой-нибудь магазинчик купить какой-нибудь нам завтрак. Конечно, вечером здесь совсем другие краски. Мы даже не успели понять, потому что бегали просто с целью вот именно снять жилье, снять жилье. А сейчас можно именно походить, посмотреть, что здесь есть интересного. Вот она, собственно, набережная. Видите, здесь разные кафешки. И вечером здесь прям очень много людей сидело в заведениях. Но так как мы были вчера не одни вечером, то мы тоже сидели в заведении. Если что, так по секретику праздновали юбилей. Просто все, что попадает на YouTube, это лишь малая часть моей жизни. Поэтому то я не снимала. Это для личного архива было абсолютно. Виды, конечно, очень красивые. Ничего не скажешь. Посмотрите, какие горы вокруг окружают. Это и есть та самая часть, где горы в Крыму. Самая высокая. Насколько я поняла, здесь на всех пляжах маленькая такая галька. Но, в принципе, нормально. И песок не лезет во все ненужные места. Люди уже купаются. Правда, даже не знаю, какая температура воды сейчас. Но волны очень-очень большие. Вот так вот все люди лежат здесь, загорают. И вот такие вот небольшие пляжики здесь везде. Только что обратила, что спасатели, оказывается, здесь все-таки есть. Вывешен красный флаг, что нельзя купаться. Я думаю, скорее всего, здесь какие-нибудь отбойные течения. И они прямо в рупор, типа, говорят, что уйдите там, не купайтесь. Там еще женщина стоит как раз на пирсе с ребенком. И может как раз, видимо, волной сбить. Поэтому они предупреждают и говорят, уйдите, уйдите. Интересно. Я такое первый раз вижу. Я думаю, что я не могу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сейчас будем лежать на лежаках на пляже Нам нужно посмотреть какое-нибудь следующее живье Где можем остановиться по более бюджетной стоимости Буду заходить на авито, будем прозванивать И что по итогу вы думаете? Буквально 10 минут поисков и мы сняли комнату в Алуште за 900 рублей На авито было написано 800 рублей А она такая, а насколько вы? Мы говорим, нам на одни сутки Она говорит, тогда тысячи Я говорю, за 900 заезжаем Говорит, а давайте? И никакие не, извините, 5500 Просто чтобы переспать Потому что сегодня мы точно так же Точнее вчера так же просто пришли Уснули и проснули Все Остальное время ты проводишь на улице, на море, на природе Ты не съедишь в номере Ты просто приходишь, чтобы переспать 300 рублей с человека Мы сегодня заезжаем Сейчас вам покажу Что это за такой объект, куда мы заезжаем Просто увидела какие-то фотографии Приночевать, я думаю, пойдет Едем к следующему месту Так, нам Куда же нам, да Куда-ка сюда Мы уехали из профессорского уголка Сейчас приехали в центр Алушты Собственно, посмотреть, где мы можем снять жилье Сейчас ходим, посмотрим, что за вариант нам предлагают За 900 рублей И если нам понравится, останемся там Если нет, то, я думаю, не проблемам будет найти жилье Потому что здесь по всей этой улице Постоянные вывески встречаются Что жилье, жилье Еще ходят те, кто, ну знаете, типа перекупы, процентчики Кто, наоборот, перенаправляет отдыхающих и заселяет Сегодня уже день, поэтому гораздо проще ходить по таким подворотням Уже все видно, понятно А вот вечером было, конечно, тяжело ориентироваться Особенно в отсутствии фонарей Собственно, наверное, поэтому я вчера уже вечером ничего не снимала Просто не видно было бы Речка Вот везде вывески, абсолютно на каждом доме Люди здесь, в принципе, наверное, этими живут Потому что, как таковых производств, я думаю, что здесь нет Улицы узкие, пешеходные Ищем Ищем, в общем, домик Он сказала зеленый забор Ой, зеленые ворота как раз Ну раз шесть, я знаю, где-то есть и пять Как вам вообще такие вот луштинские улочки, домики Посмотрели мы вариант В принципе, неплохой Ну, за свои деньги, да Но у нас проблема, мы не знаем, где поставить нам машину Поэтому нам очень важно, чтобы было хотя бы рядом с домом, чтобы место Там мы просто, ну, физически не можем поставить машину Не влезаем Машина большая очень Интересные, конечно, тротуары, которые упираются в тупик И ты выходишь на дорогу, чтобы пройти дальше Как вы видите, что везде ограничения, что нельзя парковаться Поэтому люди все равно ставят под знак На, за две тысячи у тебя есть что-то на сутки? На сутки? Да За две тысячи Есть у нас вариант, 900 рублей Ищем Какая помойка? Чтобы переночевать Мы еще только были Какая помойка? Нормально, просто люди живут не здесь, на улице У них там проблема просто с парков Конечно Да нет, недалеко вы что, вот здесь Спросите, может где-то что-то примерно У нас 900 рублей, это, блин, может даже быть или воды не будет, или света Ну, мы сейчас только ходили смотреть Переночевать, мы будем здесь кататься, просто переночевать Утром встали и поехали Мы сейчас вот жили за три с половиной в отеле Потом мы только пришли, поспали Да, да, вот такие у нас цены Вот такие Человека с машиной Возьмешь? За две тысячи И подъеду, да? За две Три человека за две тысячи Слышишь меня? А что это было? Такие люди за душу Ну, что ты не возьмешь? Валя, все равно никого нету людей Веди После Алушты мы едем в Ялту Это, собственно, и была цель нашего путешествия Сколько нам предстоит здесь отстоять То есть на улице это еще абсолютно не вся очередь Здесь вот наверху есть вот такие всякие разные интересные ряды В основном все теплое такое Что можно купить тапочки, всякие кофточки, шапки Сейчас мы отправляемся смотреть на бесстрашных людей Которые ходят по лестнице над пропастью Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова